Новосибирск Насколько завышают цены в гостиницах, городах, чемпионата мира по футболу и непростой выбор исландских властей, криптовалюты или свет в домах? Об этом расскажу прямо сейчас. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте! Новосибирск 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 Она гораздо шире выполняет функционал и экономит денежные средства на этапе планирования капитальных затрат. Стоимость системы в зависимости от ее функционала десятки миллионов рублей. Пока в этих цехах систему тестируют. Вскоре сертификация и, наконец, выход на рынок. Разработкой новосибирских инженеров уже заинтересовалась крупная нефтегазовая компания. Какая, пока не говорят, объявят сразу после подписания контракта. Поставка этой установки будет означать открытие процесса формирования в России новой отрасли. Ее нет. И мы стоим у ее истоков. Эта отрасль называется система хранения электрической энергии. Новосибирск обладает уникальной возможностью стать столицей этой индустрии. Поэтому мы стартуем с корпоративного рынка, как называем. Но рынок домашних хозяйств – это приоритет. 80% рынка систем накопления энергии – это домашние хозяйства. Но это следующий этап. Чуть дальше. А сейчас о стоимости доллара и евро по отношению к рублю. Валюта подешевела. Доллар 56, евро 70 рублей. Информация носит справочный характер и в некоторых случаях может расходиться с курсами в отделениях. Новосибирцы отказываются от мяса. Аналитики Новосибирскстата подсчитали, какие продукты горожане чаще покупают. Оказалось, предпочтение отдают овощам и фруктам. А вот молоко и мясо стали брать реже. При этом внушительнее всего за прошлый год подорожали как раз овощи. Новосибирскстат приводит цифру 4077 рублей. Именно столько сегодня стоит минимальный набор продуктов. Он прибавил за год почти процент. В результате исследования выяснили, заметнее всего подорожала капуста почти на треть, плюс 20% к цене винограда. Почти на 6% дороже стали стоить чеснок, бананы, картофель, груши и морковь. А вот апельсины и лимоны наоборот подешевели и на 2% упала стоимость молока. Между тем, обязательную маркировку молочных продуктов начнут уже в июле. Новые правила ужесточат требования к маркировке молочных продуктов, содержащих растительные жиры. В результате штрафы станут выше. Сегодня законодательная база не позволяет привлекать производителей к адекватной ответственности. В случае нарушения он лишь выплачивает незначительный штраф. Глава Сбербанка Герман Греф предложил задуматься о создании в России Министерства по искусственному интеллекту. Цитирую. Я не думаю, что это только пиар задача. Конечно, это пиар с одной стороны, с другой надо хорошо подумать. Может быть, имеет смысл такое министерство и создать. И напоследок. Майнеры могут оставить Исландию без света. Там планируют запустить крупный центр обработки информации, где можно заниматься майнингом самых разных криптовалют, в том числе и биткоинов. Аналитики энергетического рынка страны подсчитали, этим центрам понадобится 840 гигаватт электричества, при том, что все население страны использует примерно 700 гигаватт. Одним словом, амбициозный проект может обернуться серьезным дефицитом электроэнергии. На этом у меня все. До встречи.